Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о легендарном советском композиторе Александре Николаевне Пахмутовой и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Почти целый год организация по борьбе с преступностью и коррупцией под предводительством Никиты Михалкова стоит на страже порядка справедливости и чистоты в мире российского шоу-бизнеса и культуры. 50 отважных членов комитета, преимущественно известные советские артисты почтенного возраста, каждый день рискуя собственной жизнью и здоровьем, отправляются на опасные антикоррупционные проверки, отстаивая справедливость в мире культуры и интересы российских граждан. К сожалению, многие члены комитета подвергались покушениям. Достаточно вспомнить Ильва Лещенко, Максима Дрозда, Константина Хабенского, Вячеслава Малежика и многих других. На этот раз трагедия произошла со старейшим членом антикоррупционного комитета, легендой советской музыки Александрой Пахмутовой. Александра Пахмутова вступила в организацию Никиты Михалкова два месяца назад. Совсем недавно 95-летняя артистка потеряла своего супруга Николая Добронравова и работа в антикоррупционном комитете была единственной одушиной для Александры Николаевны. Стало известно, что чрезвычайное событие произошло вчера вечером в Москве в районе Садового кольца, где проживает Александра Пахмутова. Неизвестные преступники ворвались в квартиру, где проживает Александра Пахмутова. Няня, которая ухаживает за Александрой Николаевной, не смогла оказать сопротивление. Преступники похитили ценные документы, которые хранились у Александры Николаевны в квартире и были посвящены работе антикоррупционного комитета. В момент нападения Александра Пахмутова принимала ванну. Преступники не нанесли травм известной артистке, однако в связи с пережитым стрессом Александра Николаевна была госпитализирована в больницу с диагнозом обширный инфаркт. Состояние здоровья Александры Пахмутовой на данный момент диагностируется как тяжелое. На месте чрезвычайного события на данный момент работают члены комитета и полиция. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Известным российским певцам Григорию Лепсу и Стасу Михайлову отказали о вступлении в антикоррупционный комитет без объяснения причины. В Москве были задержаны трое преступников, которые пытались осквернить памятник легендарному советскому певцу Муслиму Магомаеву. По данным полиции памятник легенде и музыки собирались облить краской. Акту вандализма не удалось свершиться из-за неравнодушия находящихся рядом людей. Преступники были арестованы. Минувши ночью в Москве был арестован сын известной певицы Полины Гагариной Андрей Кислов за вождение автотранспорта в нетрезвом виде. Молодой человек вместе со своей девушкой ехали на предельной скорости по одной из центральных улиц города Москвы и представляли реальную опасность окружающим людям. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова перечислил 20 миллионов рублей, которые пойдут на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в праздник 9 мая. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!